Надо отсюда валить, пока сразу не проснулись. С вами Андрей, он на ShutterPixel Dungeon, прохождение мага. У нас вот такой вот сид. Напомним, что мы проходим сид игрока, он нам предоставил его, и он говорит, прохождение будет интересно. Собственно, мы остановились на том, что в этом выпуске, скорее же, будем проходить босса кузнеца. Ну, не босса, не кузнеца. Босса, который скрывает кузнец. Богатство у нас стоит. Также тут у нас два кольца, это у нас стихия и энергиям. Давайте, наверное, выложим ярость. Оставим на потом, выложим опознание. Хотя опознание можно и сейчас опознать. Давайте ее сварить. Сделаем сразу предсказание, свиток, и прочтем его. Немножко узнали. Тут у нас снятие чар, но снятие чар нам не актуально. Карта. Карта нам пока тоже не актуальна. Ну и пока все остальные свитки мы выложим. Превращение нам не актуально будет. И ярость тоже, я думаю. К нам кто-то идет. Это маг. Давайте от него подальше убежим, чтобы нам не было больно. Это проектирующий маг. Он, в принципе, ничем особо не примечателен. Как же ты утомился поднимать. Кузнец вам на мозги будет стучать. Это нормальное явление. Проблема этого уровня в том, что враги очень-очень любят... Тут скорее даже не проблема не во врагах, а проблема в этом. В еде. Берем квест. Нам говорят про 40 единиц темного золота и про кристалл гиганта, собственно. Давайте посмотрим. У нас только одна попытка будет. Нам говорят сразу, что мы напали. Лутаем кристаллы. Наша задача их собрать как можно больше. Давайте будем использовать магию против этих кристаллов. Маги вплотную, по сути говоря, ничего из себя не представляют. Поэтому мы используем магию для того, чтобы просто убивать магов. Точнее, используем физу вплотную для того, чтобы убивать магов. В наш случае мы используем магию в виде палочек, чтобы убивать магов. Давайте посмотрим, где мы зареспаумились. Ну, чисто теоретически, сложно сказать пока. Но, по идее, скорее всего, с правой стороны нам нужно будет влево. Кристалл, кстати говоря, находится в центре. Кристалл нужно бить в последнюю очередь. Когда вы соберетесь из золота все полностью, это тогда нам нужно бить кристалл. Потому что в большинстве случаев именно сам поиск золота занимает очень и очень много времени. Не знаю, я вот сколько раз играл. Именно сам поиск золота большую часть времени занимает, чем боялся этими боссами. Не знаю, к чем это связано. Давайте покушаем. Это наша, кстати, последняя еда. Как вы видите, тут маг. И они нас пытаются обыграть. Но у них это, скорее всего, не получится. Как вы видите, маги нас пытаются обыграть на дистанции. Но у них это вряд ли получится сделать. Мы с высоким шансом будем хитрее. Собираем рубль темного золота. У нас бьют магии. В теории можно одеть кольцо стихии. Для того, чтобы оно нам просто, скажем так, больше профита приносило. Потому что у нас постоянно бьют магии. Я думаю, очевидно, что нам будет более эффективно использовать кольцо защиты от магии. Как раз стихии это одно из таких колец. Что, собственно, по этим вот стражам. Кристалл страж. Они, по сути, бессмертные. Их вы можете выключить только на время. Из-за этого в этом заключается сложность. Их можно максимум усыпить. Но тогда вы от них на большую часть времени избавитесь. А так они постоянно вам будут делать мозг. Давайте посмотрим. У нас что-то внизу есть. Под стражем. В идеале страж проснуется. Это очень плохо. Ну, в любом случае он должен был проснуться. Поэтому это ожидаемо. Теперь он за нами будет бегать. Вон еще сверху есть немного приставов. Берем их тоже. Он там еще с правой стороны что-то есть. Давайте куда тоже сбегаем. Вот еще здесь. А, собственно, пирог. Ну, в общем-то, что у нас нет еды от слова совсем. Поэтому у нас сейчас есть пирог. Потому что у нас другой еды просто нет. Ну, как сказать, у нас она есть. Но ее надо приготовить еще. Потому что есть неприготовленное мясо. Такое себе удовольствие. Вон еще. Давайте сбежим. Выберем. Собственно, 35. Нам где-то еще надо найти. 35, 35, 35. Давайте вниз сходим. Не знаю, я смогу меня найти. Куда ты в обход пошел? Плохо, что крестал проснулся. Страж проснулся. Из-за этого он нам будет очень сильно мешать. Я считаю, что стражи бессмертные. Их единственное, что можно усыпить. И сагрить друг на друга. Но, опять же, не усыпить, не сагрить мы пока не сможем. Мы не нашли ничего, что мы могли бы найти. Непонятно. У нас 38. Нам еще плюс 2 где-то надо найти. Давайте и скачем. Бум копать. Копать, копать, копать. Много копать. Ну, нужно еще 2 штуки. Но я пока не понимаю, где их надо искать. Поэтому будем много копать. А в теории, конечно же, они могут быть в больших кусках. Вот, например, вот где-то здесь. С левой стороны. Давайте попробуем туда скалить. Рядом с кристаллом. Чисто теоретически, конечно. Не факт, что он там. Какая же ты гнида, маг, а. Ну, просто, скорее всего, с головы, с души. Вот, и да, я нашел, собственно. Отлично. Ура! Супер. А по какому принципу, по каким принципам я руководствовался? Просто большие куски темные. Вот, например, я бы здесь тоже посмотрел с правой стороны от главного персонажа. Потому что, ну, с высоким процентом вероятности, он был бы именно там. Собственно, что касаемо кристалла. Кристалл. Кристалл шпиль, собственно. Кристалл будет вызывать приступов успешников, ему наносится урон только киркой. Как бы смешно не звучало. Поэтому кирка наше все. Обратите внимание, сквозь кристалл проходит урон. То есть кристалл, по сути, какой-то бестелесный. Не знаю, как это у него работает, но выглядит неразумно. Очень плохо, что сюда прибежал страж. Сюда все стражи притянулись. А что у нас за зачарование? Видимый стебель. Ну, скажем честно, зачарование не самое лучшее, которое я хотел бы иметь в наличии. Проблема, знаете, в чем? Что эти стражи, они бессмертные. Поэтому вам просто жизненно необходимо бить сам кристалл. Блин, а я агрессивый лыжу. Давайте попробуем утянуть этих стражей. Сыграем на идиота. Попробуем утянуть просто стражи за собой. ПП у нас не будет восстанавливаться, давайте выпьем зелье. Ну, как вы понимаете, мы стража просто утягиваем за собой, потому что у нас особо вариантов нет. Просто играем в идиота, при этом убеждаемся в том, что за нами этот идиот пошел. Видите, он тупит. Бегает на месте. Не включается режим идиота. Что-то очень плохо. Не хотела. Ну, что я могу сказать, чуть-чуть слишком много народу стало. Поэтому нам нужно их отсюда утягивать. Ну, они, видите, они тормозят. Вместо того, чтобы идти за нами, они стоят и тупят. Тормозят. 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 А мы, скорее всего, должны выбить, если, конечно, нас сильно прижимать не будет кристалл. Тормозят. Сейчас может сработать анг. Поэтому, давайте выпьем зелье. надо отсюда валить пока сразу не проснулись собственно у нас 40 голды темного золота поэтому мы в принципе выходим да он говорит то что дело сюда больше не пущу ну и ладно нам не надо забираем все свитки обратно ну вот как то так ведь вот собственно говорю вы собственно самое важное в битве с этим боссом когда вы будете с ним драться а чтобы вы просто чистили местность вокруг него а стражей просто отманивать потому что они бегут за вами но и они скажем так и не самые быстрые ребята как вы могли заметить а магов ну магов просто убивайте либо контроли через щиты и максимально сближать с ними дистанцию и и вы лично бою разбирайтесь у вас сильный дальний бой конечно дальним боем а так чисто магией можно их также раздамаживать но опять же стражите бессмертный поэтому их особо убивать и особо нет смысла поэтому их просто покрутили вокруг себя и двигайте дальше ладно всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока